Всем привет, меня зовут Наталья, это мой блог NetoBet, блог о парфюмерии. И недавно Карина выпустила видео, Карина Цакоева, видео с парфюмерным тегом «Парфюмерный Оскар». И я вспомнила, что вообще я ведь в том году, скажем так, придумала, создала этот тег и абсолютно о нем забыла. И сейчас, подводя итоги, я предполагала, как бы мне это сделать получше, и вдруг я натыкаюсь на это видео, понимаю, что я уже когда-то и делала парфюмерные итоги. По-моему, это идеальный тег действительно для того, чтобы подвести вот, ну, все, и хорошие, и плохие какие-то итоги, в общем, общее видео сделать о том, как запомнился этот парфюмерный год, какие были разочарования, восторги, лучшие ароматы по мнению. В этом году тег запустила Карина с небольшими поправками, и ее видео вот здесь будет ссылочка в описании. И я продолжаю ее, мой наш общий уже какой-то такой, знаете, модифицированный тег «Парфюмерный Оскар». Итак, начнем. Первый аромат «Поймай меня, если сможешь» – самый неуловимый аромат года. И здесь я, наверное, не буду тоже отличаться, скажу, что это Том Форд. Том Форд для меня лично омбра лэжи, его я не могла никак потестировать, и потом в ЦУМе я как-то уже успела урвать вот такую вот капелюшечку этого аромата, буквально там чуть ли не из крышечки мне дали послушать, потому что вот почему-то именно он и его слава так сильно разлетелась, что его было сложно потестировать. Хотя я бы не сказала, что вот, знаете, фланкеры обычно как-то очень сложно достать, тем более, ну, такие, как это сказать, погранично-люксово-нишевые, потому что Форд – это такой люксово-нишевый бренд. Но тем не менее, я наконец-то его нашла и потестировала, но я бы еще, знаете, в эту подборку внесла бы не парфюм, а событие, и это Васт, Васт этого года, такой осенний, потому что его переносили несколько раз, сначала он должен был остаться в ноябре, потом его перенесли, потом зачем-то на секунду, буквально на один день подумали, что а почему вы там что-то карантин вводили с 29-го, что ли, и такое, и они такие, а давайте 28-го вечером, это был какой-то либо среда, либо четверг, какой-то будничный день, и это было так глупо, что на секунду предположили, а почему бы и не сделать его среди недели в будни, и потом такие, а нет, и в общем, это было вообще очень странно, и давайте сегодня, потом вот сейчас, давайте проголосуем, все люди такие, что, и ой, нет, 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 конечно же в декабре, в итоге вот этот Васт перенес и на декабрь, и я так на него и не попала, потому что я уже устала планировать, и у меня там были свои какие-то дела, я так и не попала на него, этот Васт стал таким неуловимым событием, поймай меня, если сможешь, этого года. Следующая номинация, давайте будет, ну, кстати, разочарование года, я сняла целое видео на эту тему, и думая о том, какой же все-таки самое, наверное, такое основное разочарование этого года для меня было, ну, у меня здесь опять же по брендам Том Форд и Заладжис, наверное, Том Форд, я, знаете, почему Том Форд у меня под вопросом, потому что я в видео разочарование года сказала, что Том Форд в этом году, да и вообще перестает делать что-то интересное, хайповое, необычное, перестает быть таким брендом, который меня удивляет, потому что все очень ладное, прилизанное, люксовое, все такое лакшери на выход, и нет ничего такого, что, знаете, Гуччи тоже, вот их линейка, например, Voice of Snake, он тоже вылизанный, но при этом шокирующий, он тоже на выход, но шок, а у Том Форда все такое очень понятное, и я не скажу, что если я услышу там с другого человека тот же самый Умбра Лежа, например, я скажу, ой, что это, но обычный кожаный аромат, ничего сверхъестественного, приятный, хороший, вот, но я увидела итоги года от Духи Иреф, где фигурировал аромат Салей Брюлан, и поняла, что там говорили, что, боже, это что-то шок, это что-то супер, что сделал Том Форд в этом году, действительно интересно, я поняла, что я его не потестировала, и не могу так однозначно теперь сказать, что вот вообще Том Форд ничего низшего не делает, а вот Зоологист, про который мне пропели все уши, опять же, разочарование, это завышенное очарование, которое не выполнилось, вот то же самое у меня произошло с брендом Зоологист, просто я не знаю, ну, на самом деле его слава, она уже несколько лет, наверное, шла такая, типа, вот, появились ароматы, необычные флаконы, необычное исполнение, парфюмы посвящены, там, мотыльку, верблюду, панде, боже мой, что это, и когда я потестировала это вот в полфлакона в Москве, я поняла, что ничего сверхъестественного здесь нет, они хорошие ароматы, и если бы я не так к ним готовилась, типа, сейчас я послушаю, шедевр, шедевр, просто все вот то, что люди ждут, любят, ищут, советуют, то я бы так не разочаровалась. Далее пойдем, очарование этого года, опять же, аромат не этого года, а предыдущего, это аромат Улун от Армани Приве, это восторг, точнее, этого года, для меня это восторг, для меня это открытие, это чай, который я полюбила всей душой, для меня это на текущий момент лучший чайный аромат, я поняла, почему, потому что он такой горько-пороховый, боже, он такой прекрасный, я не знаю, я просто, когда его приобрела в конечном итоге, я его так оттела, я просто, он для меня тоже был таким неуловимым, в плане, я могла легко купить флакон, просто легко, но я не готова была отдать за флакон, там, 50 миллилитров стоит порядка 12 тысяч, что ли, в магазине, в официальном, я не готова была отдать такие деньги, и я искала его в остатках, ну, не в распивах, именно в остаточках, каких-нибудь коллекционеров, и я не могла его найти, то есть, вы не представляете, его никто не продавал, продают всякие разные, продают ветивер, продают инжир, продают розы его, александрийскую там, продают, ну, что еще, нет, ну, все, наверное, пион продают, пион сузу, но этот аромат не продавали вообще, и я думаю, ну, неужели, неужели ни у кого не осталось, либо те, кто приобрели тоже так же влюблены, что не хотят расставаться, и тут я нашла его, и приобрела, и очень была рада, это было вот уже к концу года ближе, это прекрасный, с кислинкой, зеленый, чуть-чуть лимонный, и очень пыльный, и такой табачный за счет ветивера чай, шикарный, глубокий, насыщенный аромат дорогого зеленого чая, но, правда, здесь есть и черный чай, вот такой сложный купаж, ах, просто вообще, просто красота, у меня даже подруга, которая такая, знаете, более папачули там, вот по всему такому темному и мрачному, в принципе, как и я, тоже очаровалась тем ароматом, просила сделать им маленький отливантик, это все, на что я способна, я не буду этот аромат делить, только вот для близкой подруги. Так, следующее, это лучший женский аромат этого года, и я думаю, что это все-таки для меня точно, Black Opium Extreme. Мы строили, строили, как говорится, наконец построили, для всех, кто ждал кофейный аромат, смотрел на Black Opium линейку, говорил, вот такое, то это, наконец-то, ваш аромат, наконец-то, они, вот, чаша весов сладкое кофе, которая была до этого вот так, выстроилась практически вот так, даже чуть-чуть вот так на старте. Кофе все-таки появился, и появился, он и был, как бы, но совсем уж на задворках, а тут он появился в основе своей, на пьедестал его поставили, дальше, конечно же, он бухается в сладость, по-другому никак, все-таки мы с вами не в нишевом сегменте, а в люксовом, и в Сен-Лоран это люксовый сегмент, и невозможно было сделать там очень горький кофе, но, тем не менее, это хороший, жгучий, горячий, красивый кофе, еще не приобрела, но у меня в списке, опять же, я просто жду таких, каких-то новогодних, после новогодних распродаж, когда этот флакончик будет по акции, но он почему-то за разу не попадает туда, попадает, Black Opium там какой-то другой, но вот эти вот флораль там, другие, короче, фланкеры, именно этот фланкер не попадает, но он как-никак новинка, причем новинка хорошая, то есть новинка, которая запомнилась, и которая хорошо раскручивается блогерами, да и просто людьми, поэтому я не удивлена, что его на скидках не предлагают, пока есть спрос, зачем. Самый лучший мужской аромат, опять же, я сейчас скажу такую страшную вещь, я, к сожалению, не очень следила за новинками мужской парфюмерии, хотя там проскочила какая-то прелесть под названием Dolce & Gabbana Light Blue Ever или Forever, не помню точно, про которую просто поют оды, надеюсь, подойду, потестирую, все забываю, знаете, прохожу привычно мимо Ле Туаля, спокойно, спокойным шагом, а надо как бы зайти да посмотреть. Лично у меня, которую я тестировала, это Arman Basile Pur Om Bleu Tea, вот этот аромат, я тоже снимала про него обзор, и это аромат, который очень хороший, приятный, сейчас, подождите, крышка, да что ж такое, да, да е-мое, недорогой, боже, я вот сейчас, я вот сейчас его слушаю и понимаю, что, ну, он очень хороший, недорогой мужской аромат, со звучанием мятного, ледяного чая, вообще здесь в основе голубой, чай с мятой, вот я сейчас, знаете, вот все-таки стоит флакон, я носила, носила, носила его, когда он у меня появился, носила, носила, такая, боже, красота, красота, поставила и забыла, ну, вот такой часто бывает, поставил и забыл, и пока я начала снимать это видео, я лично к нему не подходила, муж еще тестировал, но, не помню, я не подходила, и сейчас я вот его послушала с вами на видео, опять говорю, какая же красота, это очень хороший мужской, мятный, свежий такой ледяной аромат, ну, просто вот, мне даже какое-то мятное мороженое, напоминаю, знаете, мороженое такого голубого цвета, вот такой же запах, холодный, мятный и чуть-чуть чайный, очень красивый, очень красивый, и зимой красивый, и летом, думаю, будет вообще великолепен, так, ну, и что у нас там еще по номинациям осталось, кажется, я все рассказала, а, лучше нишевый аромат, лучше нишевый аромат, я здесь тоже не буду очень уникальный, это синтетик джангл, я тоже считаю, что из того, что сделала ниша в этом году, это самое что-то необычное, самое что-то не похоже на других, самое что-то яркое, просто синтетик джангл, у меня вообще, вот я когда только его потестировала, я такая, что это, это какие-то пластмассовые, я не знаю полиэтилен, который приехал с Алиэкспресс, вот у меня было такое ощущение, но, когда я уже потестировала, еще раз, я поняла, что он интересный, там и зелень, и пластик, и в этом что-то есть, он необычный, яркий, я очень хочу себе отливантик, миниатюр, миниатюр 10 миллилитров стоит 5 тысяч, ну 4 тысячи, хорошо по акции, при этом распив, например, идет тоже порядка 2 тысяч за 10, и такой, блин, за то, что он в красивом этом, в фирменном кофре отдавать, не знаю, лишний, там в два раза больше цены, в общем, я не готова, я думаю, все-таки отливан приобрету, поношу, а дальше уже будет вопрос, уже я думаю, к этому времени уже в остатке будут продавать, но просто Фредерик Маль, действительно тоже дорог, и для вот у кого там средняя какая-то там, не знаю, зарплата, для тех, кто в декрете, тем более, это достаточно, ну, как бы весомая цифра, и последняя, наверное, такая, последняя номинация, это хайп года, ну, тут тоже, ганимет, естественно, согласно с Кариной, я не буду лакать, я видео посмотрела, ну, как бы я и сказала, что сначала посмотрела ее видео, вспомнила, что у меня тег такой был, согласно с Кариной, что ганимет, это, аромат, который раскрутили распивщики, аромат не этого года, но вдруг, неожиданно, как-то, я об этом тоже говорила в слепом затесте ранее, распивщики формируют все-таки тоже хайп, то есть это делают, наверное, ну, реклама в какой-то степени, да, использование медийных лиц, это делают блогеры, блогеры, эксперты, ну, вот, эксперты-блогеры, блогеры-эксперты, неэкспертные блогеры, в общем, не важно, блогеры, которые в соцсетях рассказывают о каком-то аромате, и это делают распивщики, да, и они это делают очень хорошо, они поднимают волну вокруг какого-то аромата, что каким-то удивительным способом, видимо, кому-то попадает, потом, может быть, действительно, человек сумел очень красиво раскрутить, люди начинают спрашивать у других своих знакомых, потому что, может, у кого-то из распивщиков более дорого, а у кого-то подешевле, и они это знают, и спрашивают, а вы его до ганимет не хотите привезти, например, и пошла волна, что такое ганимет, а почему вы его ждете, да вот такой вот прям известный, человек думает, ну, ладно, если покупают, надо брать, да, и распивать, и начинает распивать, а чтобы, соответственно, продавалось это все дело прекрасно, даже если ты купил и такой, что это, то надо о нем рассказать красиво, я сейчас не говорю о том, что это неправда, и аромат плохой, хороший аромат, нормальный аромат, я тоже про него уже рассказывала, но ничего сверхъестественного, ничего шокирующего, для меня, например, если вставать на одну полку по именно по вот уникальности, бакару и ганимет, однозначно бакара будет на 10 ступеней выше, она действительно была яркой, необычной, но ганимет, я не совсем понимаю хайпа вокруг него, я что-то даже удивлена, почему вокруг каких-то вот хороших, старых других ароматов такого хайпа нет, с другой стороны, может и хорошо, да, не будет всех одинаковых, а то сейчас все заплодит этот ганимет, но он такой, знаете, не тот аромат, который как бакара дверь выносит с ноги, да, он, вот эта стандартная фраза, он более спокойный, поэтому я даже думаю, что если его будет достаточно много, не сразу это будет заметно, потому что не такой уж он окричащий, яркий, не такой уж обращающий на себя внимание, поэтому, ну и ладно, ну и пусть, пусть хайпует, а там разберемся, в следующем году, между прочим, так за травочку увидела новость, Том Форд выпускает три розы, я поняла, что, блин, они лишают меня, не знаю, какого-то удовольствия написать гайд в ближайшие дни про розы, потому что я хотела, а тут вот Том Форд, еще три розы, и как же я без них, да в этом своем продукте, это вот такой вот он тоже небольшой хайп, за травочка на следующий год, все, это был мой парфюмерный Оскар, пишите, какие у вас разочарования, лучшие женские, лучшие мужские ароматы, а если вы снимаете видео на YouTube, и вы тоже блогер, то продолжайте тег парфюмерный Оскар, отмечайте, подписывайтесь, ставьте лайки, помните, что мир полон необычных ароматов, всех с наступающим, и всем пока!